Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен одному из главных событий в жизни мусульман – празднику Курбан-Байран. Символично, что в столь важный и значимый для мусульман праздник Дагестан с рабочим визитом посетил президент страны Владимир Путин. Верховного главнокомандующего в Махачкалинском аэропорту встречали официальные лица республики. Далее глава государства поехал в самый древний город России – Дербент, где после небольшой ознакомительной экскурсии по историческим местам провел рабочее совещание по вопросам развития туризма в регионе. Путин еще раз обозначил главные приоритеты внутренней и внешней политики России и подчеркнул свое особенное отношение к Дагестану и дагестанцам. Мусульмане всего мира отмечают Ид-Аль-Адха, известный в Дагестане как Курбан-Байрам. Традиционно он начинается с праздничной молитвы. Намазы и проповеди проходят во всех мечетях республики. О том, как это утро верующие провели в столичной Джумай-мечети, расскажет Курбан Рагимов. В шесть утра во всех мечетях звучит праздничный тагбир. Он знаменует наступление Курбан-Байрама. Около десяти тысяч верующих пришли в центральную Джумай-мечеть Махачкалы. Среди гостей – муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди, представители органов власти, спортсмены и другие. Проповедь имам напомнила о достоинствах и важности праздника жертвоприношения. После мусульмане приступили к коллективной молитве. Праздничный намаз считается особо желательным в исламе. По его завершении все обмениваются поздравлениями. Для всех мусульман это народный праздник всего народа, всего мусульманского мира, который все отмечают. Для нас очень святой, обязательный праздник. Безусловно, конечно, будем резать Курбан, приглашать гостей, друзей, встречать. И дай Аллах, чтобы всегда мы только по такому поводу встречались, радовали, торжественные события были в нашей жизни. Это очень важный праздник для мусульманина. И сегодня мы в 7 утра в центральной мечети провели праздничный намаз и дальше с семьей едем резать Курбан. Я, наверное, поеду в селение к маме, возьму семью, детей и порежу там по ванну, праздную другую семью. Сегодня я свой праздник, иншалла, буду, как по традиции у нас, буду приняты. Я пришел, успел на намаз, сделал дуазов всех родных и близких, поздравил всех братьев и сестер. И дальше уже, как говорится, по плану. Сегодня мы будем принимать гостей, мы сегодня соберем всех близких родственников, всех наших родственников. Я желаю каждой семье, чтобы звали себе родственников, чтобы звали себе семьи. Это очень на самом деле традиционный исламский праздник, который сближает семьи, который сближает всех круг родственников. И больше бывает благодати, больше бывает бараката. Ну, сейчас поедем, будем курбан, барашку резать, потом садаха раздавать, потом родственников кости навещать, чай пить и все остальное. Такой семейный праздник? Это семейный праздник. Это праздник мусульман всех. Мое имя это Талхахан, я из Пакистана, я учусь на ДГМО, на лечебной факультете на первом курсе. Курбан резать не будешь барашки? Да, на доме, на моем папе есть резать, а здесь нет, потому что я только студент. Совершив праздничную молитву в мечетях, верующие отправляются проводить обряд жертвоприношения. В этот день мусульмане погружены в атмосферу праздника, а их лица полны радости и счастья. Курбан Рагимов, Саид Шагидов, телеканал ННТ. Ну а еще накануне с поздравительной речи к мусульманам региона обратился муфти республики шейх Ахмад Афанди. Ассаламу алейкуму рахматуллаева баракятох и мира и милости Всевышнего всем вам, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с началом самого главного праздника для всех верующих, праздника жертвоприношения Ид Аль Адха, Курбан Байрам. Молю Создателя об исцелении наших больных и раненых, о сохранении всего нашего общества от бед и невзгод. Прошу Всевышнего принять все молитвы, жертвоприношения и милостыни, простить наши грехи, щедро одарить всех нас здоровьем, счастьем, благополучием и мирным небом над головой. Говорится в тексте. Свои поздравления дагестанцам адресовал и глава региона Сергей Меликов. «Пусть светлые помыслы и устремления священного Курбан Байрама укоренятся в сердцах людей, принесут в каждую семью оптимизм, взаимопонимание, радость общения с родными и близкими, мира и спокойствия в нашем общем доме Великой России», – написал в своем телеграм-канале руководитель республики. Ну и традиционно неизменным атрибутом праздника Курбан Байрам является сам обряд жертвоприношения. Для этого в столице республики заранее были приготовлены несколько локаций. Сотрудники духовенства совместно с мэрией города организовали удобный процесс для самого ритуала. На одной из таких площадок побывала и наша съемочная группа. Слово Кариму Гамаеву. Мы находимся у входа в бывший ипподром, который сейчас является специализированной площадкой для проведения священного жертвоприношения в праздник Курбан Байрам. Таких площадок в городе несколько, так вот на этой от наплыва желающих буквально образовались пробки на трассе. Большой выбор баранов на любой цвет и вкус. Можно приобрести животное и забрать с собой, или же провести обряд жертвоприношения здесь на месте. Животные были привезены сюда со всех уголков республики и даже соседней Калмыкии. Как говорится, выбирай не хочу, но со слов местных, главное в этом деле наметанный глаз. У каждого есть свой взгляд. Вот ты когда что-то покупаешь, ты же что-то видишь? Тебе нравится? Здесь на площадке Курбан Байрам мы создали 98 загонов для скота. Вот сзади нас 7 точек для резки разделки. Все условия созданы, чтобы люди пришли, выбрали барана, пошли, порезали, разделали, все им сделали. Есть у нас волонтеры, которые убирают голову, ножки убирают, одни кишки убирают, другие шкуры убирают. Чтобы вот человек пришел, он ни о чем не думает. Вот порезал, за него все остальное делает. Совершить обряд жертвоприношения, раздать мясо, накрыть на стол и встретить гостей. Сегодня у многих жителей республики очень ответственный и загруженный день. Ко мне тоже гости приходят. По-разному? По-разному. Каждый год собираемся у одного родственника, у другого родственника получить. Однотретий час раздаем, однотретий час с родственниками нам шашлыки, однотретий час себя оставляем. Ну а кому сейчас точно не до семейной посиделки за накрытым столом, так это волонтерам, которые заняты разделкой туш. Процесс нелегкий, в чем мы убедились и сами. Но если подойти с душой, то проблем не испытываешь, делится Рамис Магомедов. Шкуры туда, от шкуры туда. Все, от шкуры туда. Да, нелегко это дело, не каждому дано. Ну у вас неплохо получается. Работы у присутствующих тут волонтеров хоть отбавляй, резко туш, утилизирование отходов и многое другое. Организаторы создали людям максимально комфортные условия для проведения обряда. Резчиков тоже требуем, чтобы они были в фартуках, чтобы чистый у них, опрятный вид был. На входе вы, наверное, заметили, все оформление тоже сделали. Везде поздравительные баннеры, везде колонны общили тканью, чтобы атмосфера праздничная была. Хочу всех поздравить, пусть Всевышний примет у всех Курбан и всему Дагестану желаю процветания. На данной площадке есть все условия для приходящих сюда людей. Везде есть столовая, а мобильная у входа дежурит карета скорой помощи. Большое количество волонтеров. Ну а за безопасность отвечает более 300 охранников. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. Масштабное мероприятие в честь Курбан-Байрам прошло в Махачкале и на стадионе имени Елены Исенбаевой, куда были приглашены дети, обучающиеся на летних курсах при мечетях республики. Праздник смогли посетить и все желающие горожане. В продолжении темы сюжет Аиша Духаевой. Организовал праздничную акцию муфтият республики Дагестан при содействии фонда Инсан. Трибуны стадиона были заполнены посетителями. На входе всем раздавали мороженое и разноцветные номерки. По ним разыгрывали жертвенных животных на Курбан, а также путевки на Умра. Кто хочет маму отправить в хадж, поднимите руку. Давайте первое Умра разыграем. Договорились? Вы двигайтесь сюда, организаторы вас встретят. А я хочу пригласить на сцену. Я хочу пригласить на сцену. Я хочу поблагодарить Малику. Малик, а дочка моя, солнышко, спасибо, моя радость. Ты всю дорогу просила, чтобы я выиграла Умру. Спасибо, солнышко, Всевышний услышал тебя. Я вас очень люблю. На праздничное торжество собрались тысячи детей вместе со своими родителями. На Шиды выступления почетных гостей был показан короткометражный фильм о ходе работы летних курсов при мечетях. Мероприятие было насыщенным и интересным. Глядя на тот фильм, который мы посмотрели, верующего, в чем сердце хоть крупинка веры, вот это все равнодушным не может оставить. Вот это все очень сильно переполняет сердце, душу, радостью. И волей-неволей хочется воздать безграничную хвалу Всевышнему Аллаху за все эти блага, за все его няматы, за все вот эти возможности. Ведь дети – это великое благо. Летние курсы для детей. Традиционно в течение трех месяцев проходят во всех мечетях республики. Детей обучают абсолютно бесплатно. Не только правильному чтению Корана и совершению намаза, но и прививают им традиционные ценности правильного поведения в обществе. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Шамиль Хересулаев. Новости ННТ. Махачкала. Это были все новости нашего выпуска. Коллектив телеканала ННТ поздравляет всех телезрителей с этим замечательным праздником Ид Аль-Адха. Пусть Всевышний примет ваши жертвоприношения. Мира и добра вам и довольства Создателя. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»